Добрый вечер дорогие друзья это подкаст только футбол мы по традиции работаем в прямом эфире сегодня у нас мой соведущий Вадим Токсаров и Ибрагим Цаболов уже не гость а уже тоже свой приветствую добрый добрый вечер есть новость которую мы анонсировали мы побывали сегодня на стадионе спартак посмотрели как ведутся работы и давайте наверное с этой новости начнем я попрошу режиссера вывести на экран картинку и расскажем о том о чем мы узнали у подрядчика и так сейчас на стадионе спартак у нас проложены все сети на восточной трибуне не смонтирована только электроустановочное оборудование обещают закончить керамогранит в течение двух недель подбирают уже краску снаружи смонтировали процентов на 70 трибунной ступени на 80 процентов металлоконструкцию по фасаду восточной трибуны делается утепление остается только декоративные работы и покраска западная трибуна у нас остается бетон призваны дополнительные бригады чтобы это дело сдвинуть с места на 25 процентов готовы ступени на 30 процентов металлоконструкции выполнена кирпичная кладка на 70 процентов уже сделаны стяжки на первом и на втором этаже внутри внутри сделаны каркасы перегородок приступили к монтажу отопления и пожаротушения стадия заключения договора по витражам электрики канализации набили сетку для штукатурки вот прям полный отчет получается нас вадим константинович но все равно продолжит строится леса для устройства штукатурки внутри стены уже все за штукатурены я вижу как раз кадры и болельщики зрители могут видеться в том что работы ведутся настоящее время сегодня мы это сами тоже увидели запланировано устройство вертикальной планировки и так изменения вход самый главный самый большой будет со стороны улицы шмолевича то есть там у нас будет на кпп 15 пропускных устройств преграждающих управляемых то есть 30 металлорамок и 15 вот этих вот устройств целых 30 металлорамок давайте представим раньше сколько у нас было на стадионе ну да неизбежно возникало столпотворение потому что как бы в силу нашего менталитета мы никогда никуда вовремя не приходим ни на свадьбы единственное место куда вовремя стараются приходить это малое количество опоздавших это бывают похороны в общем мы и спектакли и в кинотеатре на футбол то есть как бы то количество зрителей которые называют в начале матча со стартом свистком гораздо меньше бывает чем скажем середине первого тайма и в том числе из-за того что как бы большая чем-то не то что давка уже в обвать собирается народ и вот этого не хватает то есть сколько бывает там проходов никогда вот быстро этого и быстро этого не было поэтому я понимаю а вот это требование которое вводят к стадиону что как можно стать в ущерб стать да требование связано с тем что за 30 минут по правилам все люди по количеству мест на стадионе все люди должны попасть на стадион за 30 минут максимум и все люди за 30 минут максимум должны покинуть стадион то есть вот это вот количество контрольно-пропускных пунктов металла рамок и так далее призвано для того чтобы это правило соблюдалось вот еще мы узнали что по фанайди будет сканер плюс будет возможность скорее всего прямо на месте на стадионе оформлять фанайди для тех кто не может это сделать самостоятельно постарается во всяком случае подрядчики это тоже организовать итоговая вместимость как мы говорили 12 600 будет два табло это юг и север два табло и они будут направлены немножко по диагонали чтобы и западная трибуна и восточная трибуна могли комфортно наблюдать за этой картинкой вот поле старое уже полностью сняли подготовили коренное основание вывели отметку и сейчас идет процесс заключения договора с подрядчиком насчет нового поля сто процентов обещают что к новому сезону новое поле будет уже хорошем состоянии будет хороший дерн вот подрядчики надеются что основной объем работ будет выполнен срок и будет даже запас времени по периметровым сооружениям в общем как считаете все таки вот то что мы видим на экране успеем завершить это наверное самый главный вопрос который болельщики сегодня задают они тоже проезжают мимо улица шмулевича пушкинская смотрят и думают справится ли строители к маю наверно вопрос строителям вот меня сейчас и немного смущает то что никак мы не закончим бетонирование когда мы были там это было по моему в ноябре говорили то что около с инспекцией болельщицкой нам говорит что примерно около максимум два месяца нужно максимум по самому этим то сначала ждали узбекскую бригаду то потом белорусов из калининграда которые должны были приехать вот это немного смущает и как бы не пришлось работать такому сильным в авральном варианте авральный вариант это возможно даже и ночью но сегодня работа ведется с 8 утра я это уточнял сегодня с 8 утра и до конца светового дня это снаружи а внутри до 7 8 часов вечера ну к тому же да вот этот момент который не то чтобы обнадеживает немного в общем то как бы не заставляет скажем так пугаться то что последний раз когда мы были рассчитываем следующий раз пойти только на следующей неделе нам сказали что пока что такой острой вообще никакой необходимости нет в том что выходить на работу в две-три смены организовывать ночной режим работы то есть на моей памяти были стройки которые работали в ночной режиме это зармахская гс-1 вот так вот снова стройка такая вещь когда обязательно крупная стройка да что-то не успевают наверное это нормально и сами встретили привыкли к такому режиму и я все-таки рассчитываю что в общем то концу мая мы все-таки увидим стадион в том виде в котором должен быть опять же нам гали о том что ну какие-то недоделки мелкие недоделки они будут доделываться замазываться в июне скорее всего уже будет все это доделываться и замазываться как мне представляется если комиссия соответствующая даст нам возможность сроки видимо по окончанию строительства это конец мая вот так вот но я думаю комиссия не скажем так не сразу в конце мая придет в общем надеемся и ждем вместе со всеми болельщиками все-таки хочется верить что лицензирование мы получим и возможно обратите внимание вопрос этот гораздо более актуальный сейчас удивительно чем кадровые какие-то вопросы которые бывают в общем то наиболее интересны вперед межсезонье ну потому что несколько лет уже вадим константинов несколько лет от этого вопроса у нас зависит выйдет команда элиту российского футбола или нет и вот несколько лет команда не выходит и понимаю отчаяния болельщиков тоже обратите внимание перебью хотел что-то сказать батрас сегодня рфс выдает информацию которая прошла паре о новости о том что готовится к матче открытия готовит легенда ретро матч и видимо то что там серьез готовы и готовятся и каких-то отлагательств на каких-то какие-то отлагательств они уже в голове не держат тоже в рфс можно я сейчас быстренько сделаю то что должен был наверное сделать в начале встречи показываю вот этот вот клетал они мы по традиции делаем розыгрыш вот этого замечательного сувенира от футбольного клуба лани влади кавказ и для того чтобы его выиграть необходимо просто перейти по кер-коду который сейчас появится на ваших экранах перейдите реклам-канал спорт и рестона и задать самый интересный вопрос нашему гостю и вот сейчас уже ибрагим дошла очередь все-таки на вас тоже как ваши ощущения от сегодняшнего они это очень тяжелый вопрос потому что уже сколько пятый год да и так понимаю мы строим команду вот помпезно вернули статус футбольного клуба лани привели значит пригласили гогниева спартака главным тренером чему я лично был очень рад я в гогниеве вижу 2 валерий газаев почему потому что он такой же амбициоз да 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 он такой экспрессии вот вот и по характеру и по целям и по амбициям но они похожи я еще давно когда мы еще играли да мы друг против друга играли он на юности мы на спартаке мы одногодки друг против друга играли и пусть он на меня не обижается но как бы ну чаще мы их обыгрывали и спартак он после каждого поражения до бывало так он плакал это были слезы не парня который вот проиграл и плачет а это были такие слезы да вот он каждому своему скажем так коллеги по полю да высказывался кричал на них и так далее я бы отдал должное его тренеру анатолию васильевичу кочетову который все это наблюдал и он никогда ему грубо говоря да не сказал так ты там рот закрой свой да я сам разберусь то есть он в нем уже видел тогда что этот парень далеко должен пойти и он разбирается уже футболе давал ему чтобы у него сформировался характер вот за это я ему благодарен и тогда я уже говорил еще с нашим ребятами группа моего спартак будет там газаевым но у меня там чуть скажем так об смеяли но я всегда за ним следил после того тем более когда он был приглашен московская динамо куда сегодня может попасть спартак гогниев я честно сказать жду что в этом году и станислав черчесов и спартак гогниев они станут на тренерский мостик придут к работе зауртидеев слава богу уже при деле и причем зауртидеев усиляется очень неплохо да стоит отметить я очень рад за него один голланд да мы росли вместе зауром и я знаю его амбиции я знаю его любой футбол я за него очень рад то что он сегодня работает главным тренером в одном из таких кстати наверно черчесовой переживать не стоит выбор у него есть всегда его тоже будут всегда другое дело он он может выбирать чего наверное скажешь о спартаке гогниев я все-таки рассчитываю что гогниев опять засветится в первой лиге вот так в каком клубе примерно до каком угодно мне кажется любой клуба с его приходом значительно выиграл очень серьезно выиграет все спартак гогниев и брагем ты правильно такие вещи говорят от его харизма экспрессия как вот важен для нас там собственно помните да когда на стадион играл и при газаеве на каждый выход газаева это кромки конечно ходил до этого и жестикуляция это какой-то тут на трибуны это все передавал или дамо за и трибуна начинают как бы они же не произвольно трибуна же самое спартак это важный момент во всяком случае для нас я надеюсь на слышного главный тренер . которую называют человеком эмоциональным я думаю тоже все таки будет почаще дирижировать на нашем новом стадионе поскольку хотелось бы вот эту взаимосвязь тренер дирижер трибуны вот это видит что-то всегда заводила я знаю что но я хочу добавить одну вещь может быть я буду слишком резким и строгим но давайте так с одной стороны посмотрим на эту проблему которая сегодня значит нашем клубе мы четыре года выходим никак не выйдем так далее с моей стороны моей точки зрения да ну сегодня у нас команда скажем так на бумаге просто у нас есть на бумаге команда команда у нас была в девяностом году когда пригласили валерия газаева построить клуб построить команду боеспособную и так далее он пришел увидел пошел к руководству республики тогдашнему и сказал я увидел руины чтобы построить клуб мне нужно вот это вот это вот это вот это а вот здесь на поле я разберусь он за один год вывел команду высшую лигу с первого места первой лиги ссср до 2 почему-то 2 восемьдесят в году у нас был романцев был восемьдесят девятом газа пришел газа мы заняли место в середине мы заняли в девяностом девяностом году мы вышли пример правильно но он пришел восемьдесят девятом увидел руины начал строить и на следующий год команда вышла с первого места что немаловажно я вам объясню расскажу один такой пример за пять туров до конца чемпионата в девяностом году наша команда уже вышла высшую лигу за пять туров мои соседи зампаева и валерий газаев они между собой родственники и в то время его дети аслан и они гостили часто и так получилось что когда команда вышла высшую лигу он за детьми сам приехал наши мужики в том числе и мой отец уважаемый старший никого сегодня уже нет царство небесное они его окружили и говорят валера спасибо там обнимают там мы 20 лет этого ждали он не так смотрит уважаемые извините чемпионат еще не закончился нужно первое место мнение не нам вот так высшей лиги нет нет он добился он с первого места вывел команды вот это есть настоящее строение команды а вот сегодня сегодня когда мы скажем так взялись за клуб пригласили гогниева гогниев собрал очень хорошую команду боеспособный очень хорошие ребята были основном все значит местные но к сожалению получилось так как получилось и мое мнение нам сегодня нужно строить опять новую команду почему потому что по футбольным меркам да ребята уже где-то многие постарели и им переходить высшую лигу сегодня менять этот темп очень будет тяжело это первое и второе ребята притерлись первой лиги это тоже немаловажно и сегодня даже когда мы философии игры уже первые лидеры конечно и даже сегодня когда мы изолированы значит наш футбол я имею ввиду российские европейских кубков и так далее да вы посмотрите на же на наш чемпионат высшей лиги очень хорошие приличные команды сегодня как команды которые там значит прошлые года болтали скажем так внизу да они сегодня наверху урал там еще кто-то а какой футбол показывает поэтому нам надо сегодня уже опять начинать строить новую команду при всем уважении ко всем ребятам которые сегодня в алане играют ибрагим я знаю что нас ждут истории еще и про валерий герой чагазаева тоже отдельно и здесь еще есть у нас немножко информации очень интересная но попрошу чтобы мы все это сделали после рекламы не переключайтесь и рестон тиви подкаст только футбол возвращаемся в студию это только подкаст мы работаем в прямом эфире и продолжаем беседу и врагим случай связанный с валерием георгиевичем газаевым которые вы анонсировали очень интересный ну ну во первых хотел бы сказать знаете что вот тот клуб который создал газаев да в девяностом году в нем это был не просто клуб спорта глади кавказа так далее это был клуб с долгоиграющими лидерами команды вы обратите внимание тидеев джиоев пагаев еновский сулиманов хапов это были лидеры и ни один ни одного сезона чуть позже да я носки чуть позже до этого пришел из автодора да да но ни одного провального сезона за все эти годы что они играли в клубе они играли минимум семь лет не было ни одного игрока это скажем так долгоиграющие лидеры и сегодня нам нужно создавать то есть такой же клуб вот сегодня чтобы у нас были лидеры которым вновь прибывшие игроки они тянулись к ним вокруг которых будем строить команду до на игру которая будет хорошей запас прочности конечно да вот по сути как у нас бывал то же самое какая с черхардов нас бывало с тренерами нулевых годах да такая же общая то была с игроками то есть бах вот идеев почему тогда она завершил карьеру год я просто год не мог на это смотреть поскольку одних состав вот пачками отдать уходят то вместо им такая же пачка сомнительное качество иностранцы общем то это уже много раз увидим он это высказывал такие в общем то вещи не не нравится руководителям клуба да собственно вот эта проблема актуальная и об этом надо будет позади призадуматься нашим футбольным отцам нужно окунуться в прошлое чтобы создавать новую команду окунуться обязательно потому что у нас замечательное прошлое имеют эти 90-е годы и так дали а кто сегодня касается лидер да сегодня вот сегодняшний я даже не могу сказать честно не могу не могу сказать я вот нам я же говорю все говорят болельщики говорят георгобиани дата георгобиани да он конечно он выделяется машуков выделяется солдатенько ну чуть потянуться наверно даже чуть-чуть я мое мнение как вратаре он чуть по моему уровнем сдал вот он так он очень даже достаточно квалифицированный голкипер ибрагим ну давай на чистоту с этим составом мы в премьер-лиге сможем играть при всем моем уважении на сколько процентов этот состав нужно будет изменить при всем моем уважении к ребятам то что они сегодня уже в алане играют да это они молодцы но как я сказал они притерлись первой лиги по футбольному постарели и они не вытянут по три-четыре мяча пропускать я думаю что это не входит в планы нашего руководства скажем так и тренерского состава состава да но мое мнение ну 50 процентов точно оптимист да согласен появилась информация о сборах команды сейчас напомним алане находится в турции проходит сборы три учебно-тренировочных сбора будет проходить и появились соперники и так я это озвучу пожалуй из того источника который у нас есть это официальный источник пресс-службы команды 18 января мы играем с узбекским насафом 25 января играем с казахским тоболом 2 февраля краснодар 2 2 же февраля в этот же день мы играем с крылышками 9 февраля с к хабаровск два матча 18 февраля это новосибирск и ахмат грозный и 21 февраля мы играем с челябинском вот такой вот состав ну неплохой скажем так могло быть хуже на самом деле и появилась до этого информация о том что у нас два матча с краснодаром 2 и один с крылышками но тут тоже кстати мы узнали вот эта информация которая была распространена в краснодаре 2 по моему если не ошибаюсь официально эти сборы готовила прошлая тренерская команда прошлый 3 тренерский штаб и поиска решен гаврил да да нового тренера он поменял все его соответственно вот эта информация которая появилась сегодня вот это уже действительно и актуальны плюс есть еще что то что я хочу озвучить есть еще информация про бакаева и дзахова да помните был было интервью с лана дудива когда он сказал что бакаева но не попрощались не по-человечески и так далее но есть инсайт такой не знаю насколько это сбудется или не сбудется но это инсайт и я надеюсь что это в ближайшем времени мы узнаем что это правда и бакаев и дзахов уже провели переговоры с клубом и возможно скоро они станут играющими тренерами футбольного клуба аланья 2 это хорошая история мне кажется была поскольку мы видим эту аланью 2 то есть ребята мучаются ну не знаю может быть они играют на своем уровне да но этот уровень пока им пока что не позволяет хотя бы приподняться над вот этой той самой которую мы не занимаем зоны аутсайдерские позиции да и явно нужны люди видимо опытные и конечно в данном случае дзахов и бакаев ну совершенно прекрасная история была поскольку рядом с такими игроками они в общем то бакаев во всяком случае человек это как-то лидер авторитет когда есть вторая команда я тебя перебью вадим извини пожалуйста но когда есть вторая команда ротация состава со второй в основную как минимум два игрока но сегодня мы этого не видим я очень надеюсь что молодежь будут подтягивать ротация по-любому нужно однозначно так мы клуб не будем строить понимаете потому что основной составом всегда будет основным да а ребята которые во второй команде но это будет как бы номинально вот у нас и старая команда и все нужно растить как это было скажем так в наше время и так далее откуда вышли и тот же у марк арсанов джамбулат тидея у нас была тогда полноценная команда мужицкая две полноценные мужицкие команды во второй лиге я уже не говорю тебе начало 90-х да у нас автодор замахивался на я имею ввиду аланя дубль аланя дубль но еще был автодор автодор или что целая пляда выходила ну да не известно неба не хватали но были достаточно добротные игроки то есть автодор или что он моздок очень хорошая замечательно целая иерархия была футбольная даже в лагере где-то было бывало команда понятно туда никто не выходил но общем-то сам сам факт наличия команд во второй лиге мужицкая скажем так не просто дети которые они воспринимаются как дублеры так глубокий дублер а вот именно правильно правильно так и есть у нас во второй лиге очень хорошие команды были они достаточно много игроков дали не то что нашей команде но еще и ряду других лиг другие команды многие ребята уходили друзья много вопросов телеграм-канале давайте озвучу и мы не забываем что нас проводится розыгрыш запоминайте вопрос самый интересный должен быть призовым всем добрый вечер ибрагим как вы думаете лучше в этом году выйти в премьер-лигу или сделать это в следующем году играя на своем стадионе то есть все таки не верит пользователь что все таки в этом году на стадион будет готов как считаете брагим исходя из того что я уже сказал том что нам нужно новый клуб создавать я думаю что все таки не в этом следующем году потому что по три-четыре мяча пропускать но думаю это не стоит того что сегодня сейчас новый тренер ну новый тренер это понятно но вы не забывайте за нулевые годы когда у нас чехарда с тренерами было и сегодня практически что-то подобное получается 90 годы давайте вспомним замечательный тандем батрас битаров валерий газаев битаров отвечал за оснащение инфраструктуры клуба что у него замечательно полу получалось и давайте уберем сторону опять-таки водочные деньги водочные деньги были полтора года чуть больше стабильно потом они были то их не было когда они есть хорошо когда их нету надо как-то жить и он с честью выходил из этой ситуации до девяносто пятого года то же самое в водочных денег не было битаров все делал газаев отвечал за качество игры все мы видели что что из этого получилось два чемпионства и так далее можно я вопроса задам пусть это будет такой вопрос но я представитель более молодого поколения да я смутно помню чемпионские времена хотя я помню когда ваня стала чемпионом я помню эту ферию я помню другое больше я помню когда они не стал мы сейчас говорим про людей которые сделали аланью чемпионом но кто виноват в том что они не стало на ваш взгляд я продолжу сперва я за газаева битарова я о чем хотел сказать пока не будет стабильных нормальных деловых отношений между руководством клуба и тренерским составом нам ничего хорошего ждать это первое второе что касается почему алании не стала когда в тринадцатом году или 2005 в тринадцатом в тринадцатом хорошо давайте так все там сейчас звали от нагазаева и так далее и так далее да многие там гадости пишут про него но мы команду потеряли в 2005 году когда мы вылетели с высшей лиги вылетели мимо первой вылетели мимо второй и только в последний момент уцепились и то под названием спартак владикавказ статуса футбольного клуба лагерем на начале десятых у нас была возможность отличный шанс возродить эту команду я согласен нет я согласен с тобой вадим но пиши к ташам к эфире снимать я с тобой согласен ну давай и выпустили так и не только давать из 2005 года остается две минутки друзья попрошу вот час у нас есть еще вопросы чтобы мы разыграли очень коротко какой вы видите аланию через пять лет и брагим к вам вопрос такой какой она была в 90-е годы если руководство клуба у них реально есть планы создать хороший клуб только такой какая она была в 90-е годы вот как раз про 90-е годы получим ли мы те эмоции которые получили в 95 очень надеюсь очень надеюсь почему все команды усиливаются показывают своих соперников на сборах в турции те же самые крылья советов краснодар 2 уже сказали что будут в феврале играть салоне а наши молчат ваше мнение ну в общем то не молчат уже уже до уже информации молчат да ну наверно у них какая-то тактика информационный вакуум какой-то создать и так далее как гости программы оценивают работу клубной пресс-службы вот такой вопрос от тимофея пользователя так по мне нормально ребята работают на самом деле я не понимаю критику их адреса в общем-то они работают информацию выдают ровно такую какую в общем то им позволяет у кого-то свой клуб но в общем то есть вадим извини перебью помнишь когда не было информации про травмированных я знаю почему ее не было вот может быть есть смысл все-таки сейчас это объяснить тренерский штаб не пускал да да колешин это говорил почему василенко тренерский штаб василенко не пускал тогда эту информацию доносить но нигде это не озвучивалось да и все скидывали на пресс-службу времени совсем мало давайте попробуем закруглиться режиссер уже очень торопит меня трансферная политика клуба легионеры почему нету легионеров мне тоже интересный вопрос я бы скажем то парочку интересных колоритных фигур хотел бы видеть честно говорил парочку пускай это будут латино латинос и пускай будут африканцы ну а корон по в этом в арсенале совершенно замечательный парень финальный вопрос ибрагим как вы считаете гуриева надолго александр задал очень тяжелый вопрос реально очень тяжелым но мое мнение таково большой футбол это большие деньги и сегодня в нашем футболе нашей лани это частные деньги это частный бизнес к сожалению сегодня мировая экономика она диктует свои условия и не дай бог пойдет опять какой-нибудь дефолт там еще что-то мировой кризис и что-то пойдет не так гуриевы не обанкротятся гуриевы винить в этом случае будет это не знаю грех ну и мне кажется знаете не было бы гуриевых не было бы сегодня у нас того что это да согласен за это им спасибо да какой вопрос вам показался самым интересом давайте решать который первый мне кажется в этом году или следующем году стоит выходить до согласны и так этот вопрос нам задали но это объективный вопрос объективного просто фаня пользователь под ником фаня задал нам этот вопрос мы поздравляем фаню вот этот вот замечательный плед достается вам вам поздравляем а я сейчас делаю то что впервые сделаю за всю свою карьеру воспользуюсь эфирным временем и хочу пожелать одному человеку который также следить за нашей передачей находится живет в москве зовут его станислав майрамов пожелать ему удачи и успехов человек с чемпионским характером с большей силой воли и человек которого в этом году ждет большая победа я в это верю и надеюсь дай бог друзья вам спасибо что вы следили сегодня за нашим эфиром это был только футбол пола не чемпион и так будет всегда всего доброго и рестон тиви подкаст только футбол